Многие знают, это инструктор стрельбы, обращение с оружием безопасности и в прошлом офицер советской НЭВИ или военно-морского флота, как мы его тогда называли. Добрый вечер, друзья. Привет всем. Итак, сегодня мы хотим обсудить с вами одну интересную вещь. Это сегодняшние вооруженные силы Соединенных Штатов в год выборов, в год коронавируса, в год бунтов и как райот. И как это отражается на вооруженных силах, это как отражается на их боеспособности, как это отражается на инлистит состав, как отражается на офицеров, на генералитет, пентагон. Вот первое слово предоставляем Гарри Юритабаху. Софт такой большой, как на всех отражается, и я, конечно, не смогу отразить, как отражается на всех вооруженных силах и всех слоев вооруженных сил. Потому что у нас вооруженные силы, конечно, это огромная структура, это как бы страна в стране. Единственное, что я могу сказать, что у нас в вооруженных силах мы отражение общества полностью, вот прям как скопированное, у нас по процентам одинаково так получается, что мы по-настоящему народная такая армия, как бы сказать. У нас один процент и по расовым определениям, там если 14 или 13 процентов чернокожих в Америке, то у нас и в вооруженных силах. Где-то такой процент чернокожих, если там евреев 3 процента, то и в вооруженных силах у нас тоже отражается 3 процента евреев. Ну и то же самое по слоям экономические, экономические там. Я служил с парнем, который был мультимиллионером, ему надо было фонд свой открыть, потому что это столько много денег офицеру нельзя было иметь, но он хотел служить, не хотел, чтобы его увольняли. Ну и также из бедных слоев, чтобы вырваться из гетто, чтобы вырваться с фермы, чтобы вырваться откуда-то многие молодые люди идут служить вооруженные силы. И вот эти социэкономические слои тоже отражены примерно в таком же проценте. Офицеров у нас не так много по сравнению, ну я сравню там с советской армией, чтобы нашим слушателям было более понятно. У нас вооруженные силы построены на сержантах, ну то есть на профессиональных солдатах, которые служат по 20-30 лет, чтобы стать сержантом там 10 лет надо прослужить. В основном это вот у нас такое среднее звено офицеров. Офицеров у нас в основном не так много. Я почему-то слышал эхо себе, вдруг ни с того ни с сего стал. Слушателям было более понятно. Причем это вот, ага, все, спасибо. Да, потому что я слышал. Вот, и настроения тоже такие же, я думаю, как и в обществе. В принципе, конечно, в мое время офицеры были выходцы такие из училищ из военных и более консервативные, я думаю, чем сегодня. Ну я просто сравниваю с теми, с которыми, я знаю, сегодня все-таки большинство офицеров это простые, ну как простые, это ребята, которые вышли из колледжев и насосались там вот это социалистических идей. Ну и сами вооруженные силы построены в социалистической форме, там все равны, все одинаковые, каждый знает свое положение, ко всем должно быть отношение. Правильно, вооруженные силы это были такие всегда пионеры, всегда такие были впереди другого общества, когда, допустим, отменили расовую сегрегацию. В вооруженных силах в первую очередь отменили расовую сегрегацию. В вооруженных силах это когда женщин стали принимать на такие работы в первую очередь секс-меньшинства. Вооруженные силы всегда были передовыми в этих таких, что мы называем, прогрессивных действиях, когда в первую очередь начали обращать на сексуальные домогательства тоже в вооруженных силах. Поэтому у нас есть и такой класс, который как бы социалистическим взглядом, потому что в вооруженных силах у нас бесплатная медицина, бесплатные юристы, бесплатное обучение, бесплатное то, бесплатное все. Ну и понятно, конечно, и качество очень часто тоже отражается в этом. Но это такая система социалистическая. Поэтому, да, там тоже бывают такие социалистические настрои. Значит, ну в мое время, конечно, офицеры были более консервативные. Молодежь была в эти 18-19-20 лет. Ну им, в принципе, по барабану политика, по большому счету, им где-нибудь там больше погулять, познакомиться, выпить, научиться какой-то профессии, чему-то. И, может быть, заработать достаточно кредитов, достаточно денег, чтобы пойти потом в колледж, в университет. Многие потом возвращаются в званиях сержантов или в званиях даже офицерских. Поэтому мне трудно сказать, пообщать это все. Часто говорят, что вот генералы. Генералы у нас, значит, армия у нас построена в основном на сержантах, сержантского состава. Вот такие профессиональные воины. Потом офицеры, младший офицерский состав и старший офицерский состав уже намного меньше. Потому что у нас очень строгая пирамидная система. Если там в Турции, в Советском Союзе было столько же полковников, столько лейтенантов, то у нас такого просто невозможно. Юра, простите, пожалуйста, можно вопрос? Я, честно говоря, не знаю, мне интересно. Вы сейчас проводите аналогию между американской армией, американским флотом и российским, советским. Я четко знаю порядок званий, скажем, советской армии или на флоте. Как вы можете скоррелировать американские звания к русским? Звания те же самые, должности другие. У нас не может быть старший лейтенант на должности майора. Такого не может быть. Или майор на должности старшего лейтенанта. У нас не может быть майор заведовать или командовать столовой, или библиотек, или еще чем-то таких. У нас военные в основном это профессионалы. Они все профессионалы, они все должны знать. А все остальное, вот это там столовая, в лучшем случае это сержант какой-то за это несет ответственность. Или это вообще вольно наемные. Ну хорошо, если, скажем, звание там подполковник или капитан второго ранга. Какой эквивалент американский? Тот же самый. Эквивалент тот же самый, ну звания те же самые. Но у нас, допустим, столько же капитанов второго ранга, сколько кораблей второго ранга. Или там госспиталей второго ранга, или баз второго ранга. Ни на одного больше. И у нас все время происходит ротация. Ты командиром можешь быть только два года. Ты командир роты, командир батальона, командир полка, главнокомандующий войск, объединенных штабов. Только два года. Потом происходит ротация. Ты идешь в штаб, потом на ротацию в штаб. Нет, офицеры. Но сержанты не могут быть командирами полка. Командир полка два года отслужил, сержант. И начал все снова. Командир полка отслужил два года, потом вернулся, начал сначала сержантом. Нет, он идет на штабную должность. Допустим, я был командиром роты. После того, как я был командиром роты два года, я должен был идти на штабную какую-то должность или в штаб куда-то. В моем случае я оказался из своего языка, я оказался в посольстве в Москве. Это считалось штабная ротация. Потом ты идешь обратно в войска. Поэтому, когда очень часто мне говорят, что ты штабная крыса, или еще что-то такое, у нас нет такого понятия, ты штабная крыса или в войсках-то, потому что у нас постоянно происходят ротации. Ты два года на корабле, два года на суше. Два года на корабле, два года на суше. Но дело еще в том, что у нас нет офицерских профессий. Допустим, в советском флоте там есть такое, что офицер этот, он радист. Он всю свою карьеру радист или штурман. И он всю свою карьеру штурман или механик. В боевой части такой. В боевой части, да. У нас такого нет. У нас офицер, нету таких карьеров у офицеров. У нас офицер, он командир корабля. Командир отсека, командир. Но они тоже все время проходят ротацию. Они знают там, допустим, как быть в электриком на корабле. Они знают, как быть там в механическом части или в двигателе корабля. Но специалисты, вот специалисты, это сержанты. А офицеры нет. Офицеры, они только как менеджеры. Они только как командиры. Они должны знать, иметь идею. Но они не точные специалисты в этом. Они специалисты в командовании, в менеджменте. Это такие менеджеры. В этом у нас отличается. И у нас, конечно, если через тебя не повышают звание, когда подходит твое время, а всех не повышают, зависит от звания, зависит от года, зависит от нужды. И чем, конечно, выше звание, тем жестче это все. Допустим, к капитану третьему рангу, наверное, майору. Я буду армейские лучшие звания говорить, потому что люди лучше их понимают. Там к званию майору только половина офицеров уже останется. Остальные должны будут уйти в резерв. Они не сделаются майорами. Или если там налетчиков, немножко по-другому это распределяется. Так эта песня «Капитан, никогда ты не станешь майором» – это про американскую армию? Может такое быть, да. Это тоже. И поэтому у нас адмиралы там, генералы, это уже, ну и даже полковники, это уже у нас политические такие звания. Это говорят, что это уже тебя не сделали в звании от полковника и выше. Это у нас уже считается как бы там счастье. Это политически тебя выбрали политически. Потому что, допустим, из 50, ну и из 100 подполковников сделать, произвести в звание полковника только нужно там 3 человека. Вот как из 50 подполковников можно выбрать 3 человека, которые будут полковники? Нереально. Потому что если ты дослужился уже до подполковника, они все прекрасные офицеры, все как один. Из них выбрать кого-то там троих или пятерых практически невозможно. Поэтому это уже получаются такие политические звания, где тебя по каким-то другим параметрам выбирают и предлагают на эти должности. У нас также отличается очень сильно тем, что в советской армии ты должен был получить должность, а когда ты получал должность, тебе давали звание. У нас до точности наоборот. Сначала тебя должны выбрать, допустим, там 100 майоров или 100 капитанов. И из них, из этих 100, 40 или 50 должны сделать майорами. И вот когда выберут, половину отсеют, отправят в резерв, а половину станут майорами. И когда уже они стали майорами, только тогда их начинают распределять на майорские должности. Потом они, получается, в Советском Союзе это было до точности наоборот. Ты сначала должен был найти где-то должность майора, будучи капитаном, чтобы тебя туда направили. А потом, да, а потом тебя давали, уже говорят, ну вот он на должности майора год прослужил, заслуживает быть майором. И дают, почему это была неправильная система? Это уже коррупционная система, потому что это твой командир решал. У командира освободилась должность майора, он берет там какого-нибудь своего любимчика и ставит на эту должность. И он стал майором, этот полковник. То ли он бухал с ним, то он, может быть, его родственник, то ли просто он ему нравится. А у нас так не может этого быть. У нас комиссия целая выбирает тебя сначала в звании. Когда ты уже получил звание, то тебя отправляют уже на эту должность. Поэтому там один человек не решает, это решает целая комиссия. Тогда, Юра, простите, пожалуйста. А вот что тогда у тех молодых людей, которые поступают в военные училища, хотят с ранних лет иметь карьеру в армии или карьеру на флоте? Вот, если они заслужились до капитана, а майором они уже не станут. Соловей. Соловей, окей. Да, это конкуренция, как и в какой-то компании. Если вас не выбирают на какую-то должность, вы не растете, вас отправляют и говорят следующее. Это вооруженные силы. Ты служишь по офицерам, будучи офицером, ты служишь по нужде президента. Если президенту не нужен ты больше, он тебя может отправить в отстанку. По нужде, конечно. Ну да, пока президент считает, что ты годишься к этому. Поэтому сейчас вот часто говорят, что там очень много критики президент Трампа от генералов от бывших. Ну, во-первых, не очень много критики. Во-вторых, не от всех генералов, а только от нескольких генералов. В основном генералы не говорят, те, которые ушли в отставку, что-то негативное против Трампа. А даже наоборот, многие из нас, даже на моем уровне, там, бригады или полка, многие из нас были недовольны политикой и ведения войны, то, что называется rules of engagement, ведения боя, правила боя, которые были Обамой созданы. Многие из нас подали в отставку, и он, в принципе, разрушил нашу. Я вот говорю, что у нас в армии по Риобаме был такой 39-40 год Советского Союза, когда очень много командующих, талантливых, одаренных воинов подали в отставку, включая, я думаю, одного из самых гениальных военачальников нашего времена, генерал Петреус, тоже ушел в отставку. И тогда стало при Обаме очень много вот этих начальников политических, с политическими наклонностями. Такие обамовские молодые генералы и адмиралы с левыми наклонностями. И, конечно, вот они недовольны Трампом, потому что тот поменял вот эти rules of engagement, поменял всю позицию в вооруженных силах. Вы теперь не слышите про ИГИЛ, да? Мы не видим, как они режут бошки гражданским людям и детям. Почему? Потому что поменялось правило ведения боя благодаря Трампу. Эти офицеры его любят, эти генералы любят, те старые обамовские они не любят. И, конечно, от них и идет критика. Но, опять же, вот эта вот разница между настоящими воинами и генералами. В моем поколении, которым нам не понравилась политика Обамы, мы подали в отставку, ушли и, в принципе, сильно не ныли. А эти нет, это другие. Вы сказали, что американская армия и флот являются как бы срезом общества. И в процентном соотношении, и в качественном соотношении. А вот скажите, пожалуйста, вообще это возможно, чтобы кто-то в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки не встал при подъеме американского флага, не прижал руку к груди или просто встал на одно колено. Вообще, это вообще реально? Нет. Я думаю, что нет. Ну, я себе этого не представляю, потому что у нас в вооруженных силах, понимаешь, мы защищаем демократию, мы ее не практикуем там. Поэтому, если тебе не нравится ли что-то ты делаешь, ты можешь всегда подать в отставку. Это добровольные вооруженные силы. Если ты не хочешь служить, ты можешь не служить и уйти в отставку, и потом критиковать своего командира, президента и все. Ну, я думаю, что это не совсем так, потому что когда люди идут в армию, они рассчитывают на те деньги, которые они будут получать. И вдруг, когда их посылают в горящую точку планеты, вдруг у них резко перестает хотеться туда ехать. И они начинают выступать. Они начинают выступать, и они вдруг вспоминают, что им давно хотелось стать женщиной. Ну, я думаю, что единичные, конечно, случаи есть в этом. Но сама система создана так, что это исключение к правил, чем наоборот. Потому что, опять же, у нас вооруженные силы – это добровольные, это профессиональные. Ты идешь туда, и еще надо туда попасть. Я даже не говорю о офицерском составе. Офицерский – очень жесткий отбор. И закончить на офицерские курсы, закончить военное училище, стать офицером – очень жесткий отбор. Не всем это дано. Поэтому ты очень должен хотеть, чтобы стать офицером, ты должен очень хотеть этого. А даже рядовым у нас тоже очень жесткий отбор. Не всех принимают в армию. ты тоже должен хотеть, это должно быть в форме, ты должен быть соображать, ты должен иметь минимум хайскул, закончить не на двойке, а на хорошие оценки. То есть, если у меня IQ-80, меня уже не возьмут, что ли? Могут, не взять. Это же Россия. Ну, как? У нас не генеральный вооружёнок. Да, поэтому и на работу не возьмут. Поэтому есть специальные, там, если ты очень толстый или очень худой, у тебя нет сил бегать, нет, ты не можешь подтянуться, ты тоже не возьмут. Это поэтому люди туда идут, они хотят туда идти, они хотят быть военными. Если ты хочешь быть военным, в принципе, ситуация такова, что ты понимаешь, ты осознаёшь, что ты окажешься в боевых действиях. Когда боевые действия есть, чтобы тебя продвинули в звание, чтобы тебе дали лучшую должность следующую, чтобы у тебя был боевой опыт. Многие, наоборот, хотят. Допустим, когда у нас была после Вьетнама, никто не знал, как будем реагировать. И следующая такая крупная операция у нас была уже в добровольнической, в профессиональной армии. Это была буря в пустыне. Мы помним, да, буря в пустыне. Я был тогда молодым офицером. И тогда призвали резервистов. Тогда же среди резервистов не было ни одного дезертира. Все пришли на службу. Все пришли, чтобы... Поэтому и все шли. У нас был один случай дезертирства, где парень ушёл, вот его отпустили. Ну и пару, конечно, там людей, которые перепугались. Не все. Бывают случаи, где человек испугался, человек больше не может. Человеку нервы сдали. Или он не ожидал этого. Он не думал, что в армии такая жизнь. В принципе, эти люди никакой пользы не приносят. Они только мешают тем, которые хотят сделать карьеру, те, которые хотят. И, в принципе, их отпускают. Никто насильно у нас в вооружённых силах никого не держит. Ну, у офицеров это вообще... Или там у сержантов это нереально. А о каких деньгах идёт речь? Ну, опять же, это зависит от звания и времени. Конечно, когда ты начинаешь молодым солдатом, то это небольшие деньги. Я сейчас не знаю. Это в интернете. Всё есть. Можно посмотреть свободу. Конечно, когда ты идёшь в званиях, повышаешься, и время твоё проведённое вооружённых сил, и зарплата увеличивается. Почему у нас так и сложно? Достичь высоких рангов. Потому что зарплаты становятся большие. И пенсии большие становятся. Это такой большой инсентив. То есть, тоже есть там за выслугу лет, северный коэффициент. Нет, коэффициенты в основном за боевые действия, освобождают тебя от налогов. Ещё есть у нас, что называется, пайки там за коэффициент жизни. Допустим, если мы живём в Джексону, Флориде, там низкий коэффициент жизни. А если ты в Калифорнии, в Сан-Диего, или в Вашингтоне, или в Нью-Йорке, то там большой, тебе добавку дают. Потому что там cost of living, коэффициент стоимости жизни выше. И зарплаты от этого коллегиются. От профессии там тоже коллегиются. Если ты лётчик, подводник, если ты врач, то ещё есть какие-то надбавки. Это зависит от профессии. Если в этом году нехватка этой профессии, то дают надбавки какие-то, чтобы тебя задержать. Есть разные пенефиты, которые тебе дают. Допустим, у меня была надбавка в 700 долларов больше в месяц. Мне платили за то, что я знаю русский язык. Например, у меня была такая надбавка за русский язык. Когда-то у меня была лицензия фармацевта. Мне давали тоже, я не помню, 300 или 200 долларов надбавку за то, что у меня лицензия фармацевта была. Ну, разные могут быть. Коэффициенты, надбавки. Тоже зависит, сколько у тебя детей, какая семья разная. Миллионером ты не станешь. Если думаешь, что ты станешь миллионером, служа вооружённых сил. Нет, миллионером ты не станешь. Но и бедствовать тоже не будешь. Ты живёшь в такой средний класс. И, в принципе, очень часто ты понимаешь, что чем дальше ты служишь, что это выгодно тебе. Допустим, если ты пошёл служить солдатом в 18 лет, то через 20 лет, в 38 лет сержантом ты можешь уйти на пенсию. До конца твоей жизни ты ветеран, у тебя бесплатная медицина, у тебя много привилегий, и ещё тебе платят пенсию. Небольшую. Понятно, что это не огромная там пенсия, но тебе всего лишь 38 лет. Да, сегодня это не возраст. Это, можно сказать, ещё ребёнок. Тебе и 40 нет. Есть такие случаи. Я знал много таких ребят, которые 18 лет пошли служить, а в 38 уже заработали на пенадо, отслужить 20 лет. 20 лет – это у нас в основном майор. Майором ты можешь дотянуть до 20 лет, и в основном у нас уходят в отставку в звании майора офицера. Они, допустим, стали офицером в 23 года, в 43 года они уже могут идти. В 43-45 лет они уже пенсионеры. И у тебя, да. Вопросик есть. А, вот я, пока я не забыл. И вот генералы. И вот у меня часто такое идёт, мне часто слышишь, ну как же, вот генерал Матеус, сейчас он говорит против Трампа, или там генерал Пау. Во-первых, когда, я всегда это говорил, и настаиваю на этом, что хорошие воины, правильные генералы, правильные полководцы, хорошими политиками быть не могут. Из другой материи люди. И даже генерал Айзенхауэр не был хорошим президентом. У него не получалось быть политиком. Он был прекрасным военачальником, но не политиком. А ещё такого политика, как у Трампа, вообще сложно, потому что это бизнесмен. Он даже не чиновник. Это была, я считаю, ошибка, предложить и Матеусу, и Кларку, чтобы они служили чиновниками высокого ранга, политиками у Трампа. А их ошибка была, что они приняли эти должности. Я просто был удивлён, что Колон Паул их не предупредил, будучи их товарищем, не сказал, мол, ребята, не лезьте в это, это не наша стихия. Это не там, где мы сможем так же ярко гореть, как мы это делали в вооружённых силах. Наверное, ему просто хотелось, чтобы они носом шлёпнулись и сделали хуже Трампа, потому что он явно не друг Трампа. У меня первый вопрос о медицинском обслуживании отставников, вот это Veterans Hospitals. Как вы оцениваете качество медицинского обслуживания? Улучшилось ли оно в Американе, особенно в предыдущие, в обамовские годы, на отвратительное качество медицинского обслуживания? Трамп очень часто говорил о том, какие усилия он прилагает, чтобы улучшить. Как вы оцениваете это? Нет, это, конечно, изменилось. В ветеранских госпиталях обслуживание стало намного-намного лучше. Но, опять же, это две разные системы медицинского обслуживания. Ветеранские госпиталя, я считаю, они обыкновенные госпиталя, обыкновенные медицинские центры. Они созданы для ветеранов. А что такое ветеран? Ветеран – это любой человек, который прослужил, он мог прослужить месяц в вооруженных силах, потом что-то случилось, и его списали на берег. Но он ветеран. Или четыре года он отслужил, или пять лет он отслужил, или два года отслужил. Ну, в общем, он не прослужил 20 лет. Они все равно считаются ветеранами, и вот эти люди имеют право пользоваться ветеранским госпиталем. В основном это пользуются те, у кого нет другой страховки. Но у них есть вот этот бенефит, что они были ветеранами. Это такой social... Это welfare. Это одна из систем welfare. Пожизненный, да? Пожизненный, да. Люди, которые прослужили 20 лет, допустим, или больше, или более, и профессионалы, которые уж и идут на пенсию, и идут в отставку после 20 лет или более. У нас обыкновенная страховка, как Blue Cross Blue Shield, только она называется трайкер. Она принимается любым врачом, любым госпиталем, поэтому мы можем, как гражданские и обыкновенные люди, пользоваться где угодно. Одно из таких вещей предложил Трамп, что некоторым ветеранам предложить такую же страховку, чтобы они могли пользоваться обыкновенными гражданскими госпиталями, врачами тоже, особенно те, которые живут вдалеке от этих ветеранских госпиталей. Но сами ветеранские госпитали неплохие. Они очень часто совместно с каким-то большим гражданским госпиталем. Допустим, в Филадельфии, где я живу, есть большой ветеранский госпиталь, и он вместе работает с Пенсильванским университетом, Пенсильванским, одним из лучших в стране медицинских центров. Поэтому врачи ходят туда-обратно, эти резиденты, и все они лечат и тех, и других. Но это, да, это такая, ветеранский госпиталь, это, я не хочу это так говорить, это унизительно, но это одна из вот систем Велфера. И семья отставного военного тоже нет другого выхода, она пользуется этой же системой. Нет, даже если, допустим, моя жена, у нее свой бизнес, и она много лет, и там у нее своя страховка гражданская, там Blue Cross Blue Shield, я не знаю даже, но это ничего не значит, что моя страховка тоже на нее распространяется, но у нее как бы две. Понятно. 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 У меня вопрос интересный, такой забавный. Как насчет, это спрашивает, наверное, кто-то сослужил в советских вооруженных силах, как это быть с политруками, как быть с замполитами, с политотделами, где они? В американской армии? Кто проводит политинформацию? У нас нет политинформации, у нас нет политруков, политодиафористов. Самое, наверное, такое, что у нас есть, у нас есть капелланы, куда матрос или солдат может пойти и поговорить по душам. Это в основном с капелланами. Или капелланы приходят, если он раненый, больной. Но политруков у нас нет. У меня я еще хочу закончить предыдущие. Ты сказал, как в вооруженных силах относятся к политике сегодняшней. к сожалению, в вооруженных силах мы голосуем, но наши голоса очень часто не считаются в вооруженных силах, потому что мы в основном голосуем дистанционно по почте, потому что мы часто служим или за границей, или не в своем штате. И поэтому, чтобы нам проголосовать, мы должны это делать мейлы по почте. И очень часто эти голоса они пропадают. Поэтому, к сожалению, к огромному сожалению, голоса военных часто не имеют такого веса, как голоса, когда люди идут и голосуют на избирательных участках. Я хотел эту мысль закончить. Насчет политруков у меня есть такой случай, когда в начале 90-х мы так служили в засос с Советским Союзом, у нас был обмен офицеров на кораблях, на две недели. Мы обменивались офицерами, мы там на советском корабле. И я помню, что я на большом противолодочном корабле. И я, конечно, в шоке, я не понимаю, что происходит. Ну и какого-то там советского офицера послали на наш корабль, который говорил по-английски, а тот, который говорит по-русски, меня, значит, послали. Ну, со мной говорить может только там вот Старпом, командир корабля и политрук. А корабль, значит, десантный. Много морских пехотинцев на нем. Он не десантный, он большой противолодочный, но на нем много было морской пехоты. И они должны были, мы должны проводить там десантные какие-то учения, высадку совместную. и я сижу, значит, в кают-компании и разговариваю, и сижу ем один, никто со мной не разговаривает, потому что все что-то шарахаются меня. И ко мне подходит капитан, и я думаю, сначала я подумал, что он врач, потому что у него красные пролеты, не желтые пролеты, а красные. И он мне говорит, можно я к вам присоединиться? Я говорю, конечно, садитесь. Он садится и начинает со мной разговаривать и задает мне такой же вопрос. А вот у вас есть замполит? Я говорю, а что это такое? Он говорит, ну, заместитель начальника, командира корабля по политической части. Я говорю, нет, у нас вооруженные силы не политики, мы не участвуем в политике. Он говорит, ну, а кто занимается воспитанием личного состава? Я говорю, ну, в основном они у нас уже все воспитанные приходят, поэтому его воспитывать нас не надо, но вообще-то у нас за все отвечает командир корабля и офицеры за своих матросов. У нас дисциплина, поэтому я не знаю, в чем заключается воспитательная работа. Я говорю, ну, я понимаю, вы политрук. Он говорит, да. Я говорю, а я думал, что вы врач. Он говорит, нет, я морской пехоте. У нас же будет высадка сейчас. Я говорю, а, ну да. Он говорит, да, я политрук морской пехоты, я морской пехотинец. И я говорю, ну, а в чем же заключается ваша работа? Он говорит, ну, я помогаю, вот, помогаю там офицерам, матросам, если у них есть какие-то проблемы. Я говорю, ну, вот, сейчас вы на БТРе будете высаживаться, если в БТРе полетит мотор. Я понимаю, у вас там два мотора, они никак не синхронизируются. Я говорю, вы сможете это помочь им отремонтировать, чтобы у них синхронизация произошла. Он говорит, нет, нет, я не механик, я политрук. Я вот говорю, ну, а чем же вы можете помочь? Вы можете тогда командиру отработать боевую часть или что, или там, снабженцу вы поможете достать сапоги или еще что-то. Я не знаю, в чем он. Он говорит, нет, но я вот, если есть проблемы, личные там проблемы, я всегда могу помочь, разрешить там, если даже вот матросы ко мне могут прийти, есть ли у них дома какая-то проблема есть. В этот момент подходит матрос, морпех. Но он, видимо, обслуживает, потому что это кают-компания, там нету рядового состава, там только офицеры. Но этот там, потому что я вижу, что он что-то там убирал, что-то он подносил. Ну, типа таксер, да? Ну, морской пехотинец в Берее, в этом, не в такой форме, она чуть-чуть отличается у морских пехотинцев. И он говорит, товарищ капитан, разрешите обратиться. Тот ему говорит, что тебе надо, ты не видишь, что я разговариваю с человеком? Они такие, зэковские такие. Я такой сижу, он говорит, извините, товарищ капитан, он говорит, что тебе надо, что, в чем дело? Он говорит, а у меня, он говорит, портянки скоммуниздили. Он другое слово использует. Тот говорит, ну и что, что ты хочешь от меня? Он говорит, ну а чем мне обматываться-то? Он говорит, да, ну куем обматывайся. Вот. И ко мне говорит, вот, значит, если и проблема у кого есть, всегда ко мне можно обратиться, я ее там разрешу, я помогу. Я говорю, ну я вижу, вот решили проблему. Сейчас у нас будет выход, высадка, и вот он куем обмотается, и вот вперед. Я говорю, у вас несложная, видимо, работа не очень, но ответственность великая, я говорю, большая, офигенная ответственность, конечно, на вас висит. Но вот таких офицеров у нас нет, я вам могу сразу сказать. Кстати, я эту историю несколько раз рассказывал, мне начинают писать, что у моряков нет портянок. Опять же, мы говорим о морских пехотинцах, у них есть портянки. Что тоже для меня было немножко странно, потому что в 21 веке, ну тогда еще был 20, конец 20 век, обматывать ноги тряпками, я думаю, это не камильфо. Ну, кстати, в 75 году я был в Североморске, на Тульском. Хорошее местечко. Да, и там матросы носили сапоги. Сапоги и портянки. Да. Но не на корабле. Но не на корабле. Но это морские пехотинцы, у них такие сапоги короткие. У них другая форма. Короткие. А что-нибудь, Сэм, что-нибудь о политруках и комиссарах что-нибудь интересное вспоминается со службы? Ну, да, конечно. Конечно. Анекдотическое что-нибудь? Ну, не анекдотическое, это как я почти в один день не закончил свою службу, это когда у меня заболела мама, и мне пришла телеграмма, что мать находится в состоянии средней тяжести. Я, значит, зомполит, который должен помогать. Вот, я говорю, товарищ капитан третьего ранга, значит, вот у меня такая проблема, нужно срочно домой. Он говорит, да сейчас погода нелетная, вот, ты не успеешь. Я говорю, я успею, но на поезде не успеешь. Я говорю, вы меня отпустите, я пешком дойду. Она же, говорит, еще не умирает. Ну, меня от него оттащили. На этом все закончилось. Никуда я, конечно, не поехал. Когда полетрук ругает солдата, что тот ушел, оставил свое рабочее место неубранным, ушел на обед. Солдат говорит, товарищ полетрук, вам легко, вы рот закрыли, и ваше рабочее место убрано, да? Ну, да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну, что, мы, наверное, уже 40 минут говорим, да? Да, один вопрос, и этот вопрос, который волнует некоторых из наших взрослых, скажем так, слушателей, это каков будет ваш совет, Юрий, по поводу сегодня, по поводу карьеры военной для детей наших или внуков? Да, мне часто задают, мне часто звонят, пишут, задают этот вопрос, люди делятся на несколько категорий, одни говорят, вот, наш сын или там наши дочки хотят идти на военную службу, но это же опасно, это что будет, если это будет война, я им говорю, послушайте, если они хотят, пусть они идут, пусть они сделают, они там научатся, боятся войны, боятся еще чего-то, у нас меньше людей погибает во время боевых действий, если бы они были на гражданке, потому что там все-таки очень контролируемая ситуация, все должны быть пристегнуты, там все дисциплины, все должны быть с курка снято, у всех сейфки, у всех каски, все время сержанты, офицеры, все это самое страшное, если что-то случится с твоим подчиненным, даже если он попадет в аварию, когда он не на службе, в машине, и вот у нас, когда в Ираке были боевые действия, если бы все эти войска были бы в Америке, то погибло бы больше солдат, чем в Ираке при боевых действиях, поэтому, я говорю, такого бояться не надо, и потом, если человек хочет идти служить, он должен пойти и попробовать себя, потому что это тоже так вот, он пробует, он хочет это сделать, я по себе знаю, потому что у меня родители интеллигентные люди, папа профессор был, врачи, у меня все в семье были, это было неслыханно, мама в обморок упала, когда она узнала, что я хочу идти служить в морскую пехоту, это было не для еврейской семьи понятие, идти вот в такие еще войска, в армию, идти служить, не для этого, мол, тебя привезли в Америку, но у меня горело это, я хотел этим быть, у меня не было, у меня не было дара быть врачом, или учителем, или профессором, или бизнесменом, или юристом, вот, я чувствовал с детства, что у меня есть вот такая, можно сказать, там, да, я, наверное, был хорошим военным, у меня получалось это, мне это нравилось, и я считаю, что человек должен себя испытать, посмотреть, это не, ничего страшного, не понравится, он уходит, но он попробовал, чем жить с этой стыгмой всю жизнь, а вот надо было, дали бы мне родители это сделать, поэтому говорю родителям, не бойтесь, это, это хорошая вещь, вы увидите, что он вернется совершенно другим человеком, он или она, это будут люди, где они не курят, не пьют, никаких наркотиков там нельзя, никакой марихуаны нельзя, значит, тебя сразу выгонят, с первого же раза, второго шанса нет, там, я говорю, это будут дисциплины, люди, которые будут знать, как себя вести в обществе, как, и даже получат какие-то бенефиты, и это всегда будет с ними, что они ветераны, поэтому, если ваши дети хотят, пусть пойдут, пусть попробуют, ничего тут страшного нет, наоборот. Вторая, другая категория, другая категория, другая категория, другая категория, другая категория людей, которые мне звонят, пишут, они говорят, вот у нас сын балбес, или дочка там дура, не хотят ничего делать, хотим их отправить в армию, чтобы там их сделали из него мужчину, чтобы он там прошел перевоспитание, американские вооруженные силы, это не институт воспитания детей, вы должны были их воспитать до того, как они попадают нам, их не примут, они не получат, если они не хотят, их просто не примут, если по какой-то ошибке они проскочат туда, их моментально отсеют, их вычислят, особенно, если они начнут прогуливать, просыпать, не вставать, не хотеть, пошлют сержанта к чертовой матери, долго это длиться не будет, его просто скажут все, ну, накажут один раз, накажут второй раз, на третий раз скажут, салям маленьким, гудба, иди обратно к маме с папой, это неисправительная колония у нас вооруженные силы, поэтому человек, который, он должен хотеть, чтобы туда попасть, еще раз скажу, я считаю, что вы оба там служили в советской армии, вы должны понимать, что если человек не хочет служить, в первую очередь, он никакой пользы не принесет, а наоборот, принесет только ущерб, и создаст опасную ситуацию для себя и для своих товарищей, поэтому, если кто-то не хочет служить, он не должен служить, с одной стороны, я считаю, что человек, если не хочет служить в вооруженных силах, а его заставляют служить, там, год, два, три, это может оказаться хуже, чем тюрьмой для него, и для психологического состояния, для его, армия и вооруженных сил, особенно сегодня, не для всех, они не созданы для всех, некоторые люди не могут это выдержать, это для них хуже, чем тюрьма, с другой стороны, если тебе это нравится, если ты хочешь этим заниматься, если ты находишь это, как я, интересным, и челленджем, то это очень интересная жизнь, и я бы ее не поменял ни на какую другую, да, были хорошие дни, плохие дни, тяжелые дни, опасные дни, а были очень интересные, такие, которые ты никогда не заметишь, поэтому это все зависит от человека, это все зависит от его призвания, это все зависит от его таланта, но это одна, я вам точно скажу, это не исправительная колония, вы должны были подумать о своих детях, или внуках, до того, как они дошли до такого состояния, если они уже в состоянии, где они у вас там курят, не хотят ничего делать, они балбесы, вооруженные силы, не для них. Понятно, понятно. Сэм, у нас осталась на минуту, вы хотите сказать что-нибудь, заключение, по своей тематике, что-нибудь для зрителей? Ну, за одну минуту по моей тематике не сказать, вот, а мы уже говорим 45 минут, я думаю, что давайте мы это отложим до следующего раза, потому что я не хочу говорить два слова, которые смысла не будут никакого иметь. Ну, я думаю, что тем, чем занимается Сэм, это тоже одна из профилей, где человек должен быть дисциплинированный, человек должен хотеть, должен быть внимательный, должен думать не только о себе, а о многом, но это очень, это большое отражение вооруженных сил, потому что ты имеешь дело с очень опасной вещью, это не игрушки, это очень серьезно, и можешь и сам пострадать, и другие пострадают, поэтому это то, чем занимается Сэм, это очень-очень важно для людей, которые заботятся о себе, о своих близких, о безопасности, о нашей стране в целом, поэтому мое огромное уважение Сэму и его бизнесу, чем он занимается, это очень важное дело. То есть с низким IQ я тоже не беру? Замечательно. Значит, ключевое слово, человек должен быть... Для меня, это целое исключение, для меня. Ну, хорошо. Ответственность, ключевое слово, человек должен быть ответственный. Совершенно верно. Большое спасибо, большое спасибо Сэму, большое спасибо Юрию. Мы поместим наше интервью на Ютьюбе, на нашем канале. Вы увидите ссылку на него, на нашей странице, и мы поместим также ссылки на Ютьюб-каналы Сэма и Юрия. Ну, не все, но хотя бы по одному на каждого, потому что мы знаем, что у них много каналов, и я вам советую следить за новостями. Ставьте лайки, подписывайтесь, и до следующей встречи. Большое спасибо. Спасибо. Всего доброго. Stay safe. Peace.